Осенью 2015 года рукопись под техническим названием «Разрушитель» одержала победу в литературном конкурсе «Новая детская книга» сразу в двух номинациях «Мир фэнтези» и «Выбор терра-инкогнито». Уже весной 2016 года рукопись, которая перестала быть разрушителем и стала дарителями, вышла в свет. Первая книга «Дар огня» была выпущена несколькими тиражами, поскольку обладала огромной популярностью у читателей. И вот уже весной 2018 года мы выпускаем финальную часть великолепной фэнтези-саги «Дарители» от Екатерины Соболь и провожаем эту серию грандиозным Соболь-туром, гастролью автора по нескольким городам России. А теперь выдохнем и на секундочку представим, а что, если этого бы не было? Что, если дарителей не существовало бы? Это видео посвящено пятилетию фэнтези-саги «Дарители». Да, в 2021 году дарителям Екатерины Соболь исполняется пять лет. Сейчас мы попросим Екатерину Соболь напрямую прокомментировать, что произошло бы в ее жизни, если бы дарителей не существовало. Погнали! Всем привет! Меня зовут Екатерина Соболь, и сегодня я с удовольствием расскажу вам о том, что было бы, если бы дарителей не было. «Дарители» — это моя первая изданная фэнтези-серия, это вообще моя первая книга, которую действительно издали на бумаге. И это очень интересный вопрос, что бы было, если бы всего этого в моей жизни не произошло. Прямо глубокий вопрос, на который я посмотрю с нескольких разных сторон. Итак, первое, что было бы с моей карьерой, с моей профессиональной жизнью, если бы дарителей не было. Я верю в то, что каждый писатель должен, или, ну, не то что должен-должен, а ему желательно и не возбраняется иметь какую-нибудь еще профессию, и мне кажется, это не отнимает время от писательства, а наоборот позволяет делать его более глубоким, более насыщенным, потому что ты в своей жизни видишь еще что-то, кроме своих книг. И поэтому я преподаю иностранные языки детям и взрослым. Я делала это до издания дарителей, делала, пока выходили дарители, продолжаю это делать и надеюсь продолжить и в будущем. Но я думаю, что если бы дарители не победили в конкурсе «Новая детская книга», если бы их не издали, то я, возможно, не стала бы профессиональным писателем, потому что к тому моменту я уже несколько лет не работала в офисе, я просто преподавала иностранные языки на курсах и индивидуально, и у меня было уже такое, знаете, небольшое разочарование в мечте стать писателем. Мне уже начало казаться, что это невозможно, что ничего не получится, и что, в общем-то, наверное, пора с этим завязывать. И это был такой, знаете, вот последний шанс. Я не знаю, трудно себя поставить на место себя из прошлого, поэтому я не знаю точно, продолжила бы я еще или бросила попытки. Но в любом случае, вот как раз в тот момент, знаете, как в теории драматургии перед кульминацией должен наступить момент под названием «Все потеряно». И вот в моей жизни этот момент «Все потеряно» был как раз незадолго до того, когда дарители победили в «Новой детской книге». Это придало моей жизни абсолютно новое направление. Я реально стала профессиональным писателем. Представляете, какой прикол? У меня вышло уже много книг. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, наверное, 10. В общем, я не могла предположить такого поворота, если бы не дарителем, если бы не моя первая серия. Всего этого не было бы. Так что спасибо им за это. Теперь перейдем ко второму пункту. Что было бы, если бы не было дарителей? Если говорить о другой части моей жизни, социальной, то тут вполне возможно, все было бы лучше, если бы не было дарителей. Но все равно я бы их, мне кажется, ни на что не променяла. Потому что когда они выиграли, когда я поняла, что теперь я издающийся писатель, у которого должно выходить по книге каждые полгода, в этот момент я поняла, что это очень-очень много работы, и нужно много труда в это вкладывать. Это не то, что просто писать, когда есть вдохновение, не писать, когда нет, а это все-таки писать как работа, писать по какому-то расписанию, писать, чтобы укладываться в дедлайны. И я прямо с головой в это ушла, и все мои друзья и родственники пародируют эту мою фразу, что да-да, мы с вами обязательно встретимся, когда я допишу книжку. И они всегда говорят, да мы уже потеряли счет, который именно ты пишешь. Ну, в общем, какую-то очередную. Кстати, на последней своей книге, вот новой сейчас выходящей серии «Тонамор», я решила отказаться от этой порочной практики уходить в книгу настолько, чтобы вообще ни с кем не видеться. И теперь я пытаюсь сочетать социальную жизнь и писательскую. И это подводит нас к третьему пункту, что было бы с моим умением писать, собственно, не в плане карьеры, а просто в плане любимого занятия, если бы не дарители. И они подарили мне какой-то удивительный заряд новых сил и новых умений в плане писательства, потому что это была сага из пяти книг. И если в первой части, где тут у меня первая часть, в первой части в «Даре огня» мне было, с одной стороны, очень трудно, потому что это была моя первая книга, мне хотелось прямо сделать изумительно, чтобы было просто супер. Но, с другой стороны, это было и легко, потому что, я думаю, многие писатели, начинающие, продолжающие или мечтающие им и быть, согласятся со мной, что на первую книгу идеи есть у каждого человека. Вот на десятую уже не всегда. Я вложила все свои любимые сюжетные фишки, все свои любимые характеристики героев. Все, что я вообще люблю в книгах, я вложила в первых дарителей. И когда они вышли, передо мной встал вопрос, так, у меня контракт еще на четыре, надо что-то придумать. И эти четыре последующие части «Дарителей», это серии из пяти частей, сделали из меня профессионального писателя. То есть из человека, который просто хочет быть писателем, мечтает об этом, старается, сделали меня писателем, который реально пишет по книге раз в полгода. Я проработала для себя очень много всяких техник, начинающихся от того, как заставить себя писать, когда не хочется, что необходимо профессиональным писателям, и до более таких утилитарно-стилистических вопросов, как строить кульминацию, как строить сюжет, как строить вообще повествование так, чтобы оно было интересным, чтобы идеи не заканчивались, чтобы ты мог не только сделать что-то хорошо один раз, но и делать это постоянно. И вот от первой части «Дарителей» до пятой части «Дарителей» я прошла огромный путь в этом плане. Я научилась доставать идеи из ничего, то есть как-то вот из глубин себя, даже когда тебе кажется, что идей нет. Нет, они всегда где-то там, истинно где-то там, и мы всегда должны искать внутри себя какие-то новые классные фишки. Закончить хочу на том, что профессиональный писатель, он в этом плане как профессиональный актер. Как вы знаете, в кино делают очень много дублей, и я слышала высказывание какого-то режиссера, что хороший актер — это не тот, который может гениально сыграть один дубль. Хороший актер — это тот, кто может классно сыграть 15 дублей. Каждый раз, прям как в первый раз, потому что он ведь не знает, какой из дублей попадет в итоговый фильм. И пусть в книгах все не совсем так, но вот чему я научилась за время написания «Саги-дарителя». Профессиональный писатель — это не тот, кто может один раз что-то классно написать, потому что я уверена, что это может сделать каждый человек на свете. Что-то для того, чтобы написать одну книгу, есть у всех, абсолютно у всех. Но профессиональный писатель — это тот, кто может сделать это много раз подряд. Катя, спасибо тебе большое за эту историю. Я бы хотела тебе сказать, что я бы не хотела существовать в мире, во вселенной, в которой нет дарителей. Спасибо тебе за них. Им пять лет. Пять лет серии дарителей. Ура! И я хочу напомнить вам, что вас ждет традиционный розыгрыш любой книги от издательства «Размен». Если вы сделаете три вещи. Во-первых, окажетесь подписанным на наш канал. Во-вторых, поставите лайк этому видео. В-третьих, в комментариях напишите, читали ли вы дарители. Если да, то как вам они? Если нет, то когда начнете? Спасибо.